Елена Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте, добрый день. Наш разговор хочу начать со знакомства. О вас и семье ваших родителей практически ничего неизвестно. Расскажите, пожалуйста, о себе и о родителе. Хорошо, я позволю себе представиться. Я Елена Владимировна Ульянова, внучата и племянница Владимира Ильича Ленина, правнучка Дмитрия Ильича Ульянова. Очень рада впервые побывать в нашем любимом Ульяновске. О себе я могу сказать, что у меня два высших образования. Училась я в основном, так скажем, за рубежом, во Франции, в Соединенных Штатах. О родителях. Моя мама Надежда Алексеевна Мальцева, она один из главных научных сотрудников музеев Кремля, Горновитой оружейной палаты. Работает там очень давно. Мой отец, Сапожников Владимир Владимирович, журналист иностранных изданий, итальянских газет, таких как «Ластампо», «Курьера де ла Сера», «Соли уэнти патроры» и на радио работают тоже. Я знаю несколько языков, четыре, в совершенстве. А профессия у вас какая? Вообще по профессии я экономист-социолог. Не работаете? Нет, не то, что не работаю, но бакалавр-менеджмент. То есть мое желание именно работать в политике. А как ваши родители познакомились? Отец там у вас в зарубежных изданиях работает, да? Нет, он работает как приглашенный корреспондент в Москве. А познакомились они в далекие советские годы в Доме отдыха лесные дали. Опа! Интересно. Ну, а почему вы носите имя Ульянова? У вас, наверное, другая фамилия. Да, у меня фамилия Сапожникова Елена Владимировна, фамилия по отцу. Но когда я, так скажем, приняла осознанное решение как-то продвигаться по ленинской линии, ну, так скажем, поддержать знамя Владимира Ильича, мне показалось то, что будет, ну, так, более красиво носить фамилию Ульяновы. Вы гордитесь своим родственникам? Да, я очень горжусь родством с Владимиром Ильичем. Это моя огромная гордость. И я надеюсь, с честью внести его знамя. А вот это осознание того, что вы причастны к такой известной фамилии, когда пришло? Вы знаете, я прожила с этим всю жизнь. То есть, пока не распался Советский Союз, мы пользовались всеми привилегиями, какими только возможными. То есть это самое лучшее медицинское обслуживание, это самый лучший санаторий, будь то в России, будь то в Крыму. Это, соответственно, какие-то продовольственные заказы. Еще что-то у бабушки всегда была правительственная Волга в неограниченном пользовании. То есть дача, опять же, государственная в Заречье. То есть все это у нас было. Никакого тогда у меня осознания особого не было. Оно уже пришло с возрастом. Потому что, ну, как бы, как ребенок, ну, что имеем, то, соответственно, не храним, возможно. Вот. А с возрастом уже действительно пришло осознание. Вот. Когда распался Советский Союз в 90-е годы, конечно, мы всего лишились. Вот. И начались нападки на нашу семью. То есть в такой степени, что просто меня боялись школу отпускать. В какой школе вы учились? Я училась в школе номер 60, так она называлась изначально. А потом она стала, по какой-то совершенно неясной причине, 1243-й. Это, на самом деле, такая достаточно знаменитая специальная школа. Но я оттуда уже ушла после 8-го класса. А ушли из-за того, что вы были? А ушли из-за того, что вы были? Что вам говорили на патрон? Ну, мне не хотелось бы это упоминать, но ничего хорошего. То есть звонили Ольге Дмитриевне, бабушке, угрожали. Да, 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 что там берегите внучку и так далее, и тому подобное. Вот. Поэтому я как бы продолжила около двух лет домашнее обучение. Вот. И уже после уехала учиться во Францию. А там как вас встретили? А, ну вы были не Ульянова тогда ещё? Нет, конечно. Вы сапожниками. То есть никто не знал, что вы родственница Елены? Ну, может быть, кто-то и знал, но я совершенно... То есть там это не имело смысла распространяться как-то вот на эту тему просто. Вы сколько учились, работали за рубежом? За рубежом, получается, во Франции, если считать, с 94-го года, около 4-х лет. Потом я училась в университете американском здесь, в Москве, и после этого в США год стажировалась. То есть это, ну так скажем, филиал американского университета в Москве находится здесь, на подсосинском перерывке. Ну, то есть вы остаться за рубежом не хотели? Нет, вы знаете, безусловно, такие у меня мысли были. Тем более то, что во Франции у нас после окончания, так скажем, лицея средней школы нужно еще поступать в институт, в университет. Во Франции диплом бакалавра, который я успешно получила по экономике и социологии, он уже дает право поступить просто вот в любой университет, будь то Сорбонну, будь еще какой угодно, без всяких вступительных экзаменов. Но у меня какая-то, ну так скажем, сыграла ностальгия, и я решила вернуться в Россию. У вас все время, с вами рядом была бабушка, да? Ну, не только в то время, когда вы были за рубежом, а так все время была бабушка, Ольга Дмитриевна Ульянова. Вот ваши воспоминания о ней, вы, наверное, были любимой внучкой. Да, я ее называла, она меня все время просила называть ее не бабушка, а бабушка. Она была удивительно добрая, светлая, прекрасная человека, обо мне заботилась. То есть всегда старалась сделать так, чтобы, ну, у меня, чтобы я ни в чем не нуждалась. Какие-то, ну, покупки, что могла достать только она, потому что все время было с этим сложно. Ну, вот, чтобы я могла там в Крыму отдохнуть летом, ну, тоже, как бы, с детьми, там, внуками Андропова, Гарамы, там, все, как бы, членов Крымбюро того времени. Вот. Вот. Она была очень прекрасным человеком, и я о ней сохранила самые светлые воспоминания. Вот что она вам рассказывала о семье Ульянов? Ну, я могу сказать то, что Дмитрий Ильич, ее отец, в первую очередь, для нее он был врачом. То есть никогда она о нем не говорила как о революционере, но всегда говорила о нем как о прекрасном враче, хирурге. У нас, у нее там целая была его дома коллекция, его каких-то там инструментов хирургических, вот здесь очень, как бы, он работал. То есть вот именно для меня он сохранился в памяти как врач. Хотя сейчас, как бы, изучая уже ее воспоминания, не личные мои, а по книге, революционером, конечно, он тоже был. Они же жили, я так понимаю, в Кремле, да? Как у них складывалось? Складывалось так, Владимир Ильич, он очень хотел, чтобы брат был ближе к нему, и он пригласил Дмитрия Ильича с семьей, бабушка только родилась, приехать жить в Кремль. Это 22-й год, как вспоминаю. Она же родилась в 22-м, по-моему. Но она буквально вот только родилась, получается, да, 22-й год. Вот. Ну, Владимир Ильич уже достаточно много болел, вот, и хотел, чтобы брат был рядом с ним. И они приехали, но квартиры в Кремле тогда пока не было. И их временно приютила у себя в квартире на Манежной сестра Анна Ильинична Ульянова-Елизарова. Вот. То есть они приехали Дмитрий Ильич Ульянов, Александра Федоровна Ульянова и, соответственно, с набороженной бабушкой. Вот. Вот. И такая интересная подробность. Топили очень плохо. Дело было зимой. И Дмитрий Ильич написал Владимиру Ильичу записку, что, так скажем, нужно больше дров. Вот. И Владимир Ильич в свою очередь ответил то, что прошу усилить выдачу дров в семье моего брата Дмитрия Ильича Ульянова, так как в семье появился маленький ребёнок. И только эту записку от Владимира Ильича бабушку видела только спустя 40 лет. И она рыдала, что как она его называла дядя Володя, так о ней и заботился. Вот. А впоследствии они уже им дали квартиру в кавалерском корпусе рядом с Владимиром Ильичом и Марией Ильичной. И достаточно долгое время там прожили. Бабушка ходила там в школу под ручку с Микояном, с Тимуром Фрунзе. То есть она дружна была? Да, 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 да. Там очень много ребят было. Часто встречали Иосифа Виссарионовича. Он бабушку загладил, здоровался. Ну, на самом деле, семья Ульянов очень дружная, очень хорошая. Со всеми всегда были очень хорошие отношения. Так, а вот можно этот вопрос задать? Ещё у Дмитрия Ильича был непрочный сон. Какие отношения складывались? Вопрос ожидаемый. Вот. Ну, я отвечу вам честно, я совершенно не воспринимаю их как родственников. Это нельзя. Нет. То есть никогда не общалась? Нет. Ну, не то, что я не общалась, но я считаю, что единственная наследница Владимира Ильича – это я и моя мама. Но она не очень, так скажем, хочет вот это родство как-то, чтобы об этом знали или ещё что-то. Ну, хотя всё-таки она главный сотрудник Кремля. Вот. Ну, за родственников я их не считаю. По поводу Ольги Дмитриевны. Она же здесь работала в этом музее некоторое время. Она вспоминала об этом? Да, конечно, конечно. Она вспоминала о том, как жила здесь в тяжёлые годы Великой Отечественной войны, будучи ещё девочкой. Вот. И уже впоследствии вспоминала неоднократно о том, как приезжала сюда, работала здесь. Она сохранила прекрасные вспоминания об этом городе. А ещё, по-моему, бабушка хранила партбилет. Да, да, да. Она всю жизнь являлась хранительницей первого партбилета Владимира Ильича. А сейчас этот партбилет где находится? Он находится в семейном архиве моей мамы. Она передавать в музей пока не будет. Передавать в музей? Ну, всё возможно. Спасибо большое. Благодарю вас.